добрый день уважаемые зрители ровно в 15.00 московское время начинаем наш обучающий курс для начинающих трейдеров из цикла семинаров по всем валютам мира меня зовут веселин питков я преподаватель высшей школы трейдинга компании аль пари если вы меня видите и слышите пожалуйста ставьте свои плюсики так надеюсь что все нормально тогда с трансляцией еще раз хочу сказать что тема сегодняшнего дня это канадский доллар курс предназначен для начинающих трейдеров и именно я постараюсь течение сегодняшнего курса озвучить основные события факторы макро-индикаторы по канаде на которым трейдер должен обращать внимание если торгует канадским долларом для этого я приготовил короткую презентацию и давайте начнем с рассмотрения нашей презентации вот цикл семинаров по основным валютам мира тема сегодняшнего дня это канадский доллар содержание курса в самом начале я постараюсь озвучить основные характеристики канадской экономики которые мы должны учитывать если торгуем на валютном рынке потом в двух словах расскажу о канадском долларе то есть каковы у него характеристики которые тоже нам нужны при торговле на форекс и основная часть нашего курса и нашей презентации это когда я буду говорить о центробанке канады так как денежная политика любого центробанка в каждой стране он банк влияет напрямую на свою национальную валюту то есть мы должны учитывать все там решения заявления ведущих лиц центробанка и так далее более второстепенные факторы на которые мы должны обращать внимание при торговле на валютном рынке это основные макроэкономические показатели по канады я постараюсь показать те которые я считаю в настоящее время важными в самом конце мы подведем итоги нашей презентации и конечно на финальном слайде как всегда как по всем валютам я постараюсь озвучить показать основные там источники ссылки в интернете которыми я пользовался во время нашей презентации сегодня 29 августа то есть вы понимаете что та информация ту информацию которую я сегодня озвучу она актуальна к сегодняшнему дню то есть все меняется через месяц там или полгода или через год все может быть по-другому идти к эти индикаторы те факторы которые сегодня очень сильно влияют например они могут поменяться через год там или через полгода че вы должны вот это учитывать здесь номер слайда вы видите что презентация состоит из 11 слайдов то есть любое время вы можете посмотреть сколько у нас осталось до конца но ровно через 50 минут мы должны закончить наш курс экономика канады население страны это водная информация чтобы как-то мы подготовились для нашего курса население страны составило приблизительно 34 35 миллионов жителей за 2013 год по предварительным данным статистического института канады а номинальный валовый внутренний продукт страны составил приблизительно там 1.82 триллиона долларов за 2012 год по данным международного валютного фонда и по этому показателю канада занимает 11 место в мире то есть 11 самая крупная экономика в мире номинальный ввп на душу населения в составил приблизительно 52 тысячи долларов за 2012 год по данным международного валютного фонда и по этому показателю канада занимает 9 место в мире то есть по доходам по уровню жизни можно грубо сказать что канада на девятом месте в мире основная валюта страны это канадский доллар мы сейчас рассмотрим что канада это сырьевая экономика то есть в основном она экспортирует там нефть газ даже всякие там природные ресурсы ну в основном это нефть и газ даже если честно по данным если я не ошибаюсь вот вы понимаете что нефть и газ то вот эта отрасль тоже развита в россии ну в канаде она намного более развита там практически экспорт на душу населения нефти и газа в канаде в три раза больше чем в россии то есть три раза больше они получают от нефти и газа чем россия почему я это озвучиваю потому что вот здесь написано канада известно как ресурсная экономика у неё огромные запасы минерального серия энергетических ресурсов чуть попозже покажу почему мы вот это должны учитывать торгуя канадским долларом но так как я сказал что канада экспортирует свои ресурсы в основном вот по экспорту основной торговый партнер это сша 75 процентов от общей доли экспорта приходится именно на сша за 2012 год а по импорту тоже основные ключевые торговые партнеры это сша китай мексика но в целом основной торговый партнер сша почему нам нужно это знать то есть торгуя канадским долларом мы должны отслеживать очень четко и грамотно следить за ситуацией в сша так как канадский доллар канадская экономика коррелирует с американской экономикой это понятно вот канада крупный экспортер нефти это один из крупнейших экспортеров нефти на душу населения и вот здесь я написал что у канадского доллара сильная корреляция то есть у канадской экономики сильная корреляция с сша банковский код канадского доллара состоит из этих трех букв думаю что вы все знаете канадский доллар является одной асс из основных резервных валют мира то есть международный валютный фонд или мвм самом начале этого года в 2013 году признал канадский доллар резервной валютой и поэтому я включил канадский доллар в наш цикл семинаров по основным валютам мира тоже канадский доллар является одной из самых торгуемых валют мира вот 5.3 процента от общего объема мировой валютной торговли они приходятся на канадский доллар за 2012 год и по этому показателю канадский доллар занимает седьмое место в мире то есть из всех мажоров канадский доллар на последнем месте сейчас вот я возвращаюсь к предыдущим слайдам показал что канада в основном страна экономика страны ориентирована на экспорт своих природных ресурсов даже ввп страны за последние тут 10 лет вырос в три раза только из-за экспорта ресурсов вот раньше канада не было такой развитой такой богатой страной вот именно из-за экспорта своих ресурсов сша они очень быстро выросли и к экономика у канады выросли за последние 10 15 лет почему это важно вот я сейчас покажу открою специальный сайт чтобы вы увидели что у канадского доллара сильная корреляция в долгосрочном периоде с ценами на нефть для этого я открываю наш рабочий стол то есть вы должны всегда иметь ввиду вот этот фактор что цены на нефть для на канадский долларов долгосрочной перспективы то есть это один из основных фильтров по канадскому доллару для этого я открою любую страничку в интернете и мы чтобы я я пользуюсь сайтом федерального резерва сента люиса так как у него очень хорошая база данных для строения графиков для анализов как найти вот этот сайт в поисковике просто вбиваем сент люис акцент люис федеральный резерв сента люиса сразу открывается появляется у нас страничка федерального резерва сента люиса нас интересует здесь исследования и данные открываем закладку создать свой собственный график и сейчас мы возьмем цены на нефть то есть ойл на английском так секундочку цены на нефть техасский нефть вот как цены на нефть изменяясь за последние тут 60 70 лет давайте мы возьмем за последние 25 лет и возьмем канадский доллар по отношению к американскому доллару то есть пишем канаде с канадский доллар американский доллар за тот же самый период с 88 года и настраиваем так секундочку настраиваем еще шкалу и давайте посмотрим вот эту зависимость то что у нас есть синяя линия это цены на нефть красная линия это канадский доллар то есть доллар канадский доллар динамика канадского доллара что мы видим нефть падает канадский доллар падает пара поднимается вверх чуть попозже цены на нефть начали расти канадский доллар рано или поздно тоже начинает расти то есть пара спускается вниз вот здесь был максимум видно что здесь тоже был максимум по канадскому доллару то есть пара находилась на своем минимуме так то есть с SCHM prevent video канадский доллар поднимается вверх канадский доллар падает и наоборот цены на нефть начали расти канадский доллар растет думая что вам все это видно но имеете ввиду что вот эта зависимость она проявляется в более долгосрочной перспективе это не значит что вы каждый день должны отслеживать вот эти цены на нефть и вдруг цены на нефть сегодня выросли то есть канадский доллар тоже вырастет это более долгосрочная зависимость так что имейте ввиду что это один из важных фильтров по канадскому доллару надеюсь вам вот эта зависимость здесь видна практически и имей поэтому вы должны знать что канада является круп один из крупнейших экспортеров нефти и газа вот целью говорю чтобы вы знали у них экспорт нефти и газа в три раза больше чем в россии на душу населения то есть понимаете что это очень очень важно отрасль для канады здесь есть еще такой сайт чтобы вы увидели торговые партнеры канады раньше он был очень хорошим как-то в августе его по ним поменяли так канаде статистический институт канадской индустрии вот появляется сразу страничка у нас в интернете тут полная информация по канале по канадской экономикой так нас интересует а где у нас международная торговля давайте тогда я отсюда вот так зайду где у нас ютилитис медленно как-то загружается пока вот эта страничка но есть ввп вот основные компоненты ввп международная торговля если вы откроете вот по экспорту и по импорту вы можете все вот эти основные или ключевые отрасли рассмотреть как они развивались экспорт импорт вот майнинг ойл энгес то есть нефть и газ что очень это очень очень важная индустрия для канадского доллара по экспорту и если да даже мы возьмем например utilities вы можете увидеть international trade международная торговля по экспорту вот ключевые партнеры ключевые 10 тут видно что сша на первом месте видите основная доля или основная сумма именно экспорт идет в сша то сша очень очень важная экономика для канады по импорту топ-10 здесь видно что сша является ключевым партнером потом уже китай на втором месте и мексика тоже является крупной экономикой крупно крупным партнером для канады вот по всем вот этим так составляющим ввп вы можете увидеть чтобы например вот ойл энгес то есть нефть и газ экспорт международная торговля вот экспорт вы можете увидеть что в основном ресурсы экспортируется вот на первом месте это сша на втором месте великобритания потом уже китай и так далее то есть по всем компонентам по всем составляющим экспорта сша всегда является на первом месте то есть в общем 75 процентов от общего экспорта приходится на сша то есть сильная корреляция с сша значит сильная у канадского доллара сильная корреляция ситуации в америке так идем тогда дальше это основная часть нашей презентации центральный банк канады его денежная политика у нас два слайда банк канады банка в кенаде или тут его на французском написано выполняет функции центрального банка канады почему это нужно знать я лично думаю что при торговле на валютном рынке основные решения центробанка или заявления ведущих лиц центробанка они влияют очень сильно на канадский доллар то есть это основные события ли факторы которые нам нужны то есть мы должны учитывать при торговле на валютном рынке уже более второстепенно это макро статистика макро индикаторы мы чуть попозже их рассмотрим но для начала мы должны ознакомиться с решениями и действиями центробанка что нас интересует нас первое кто принимает вот эти решения по денежной политики помощи денежная политика влияет напрямую на канадский доллар второе то структура или те лица которая принимает решение по денежной политики какие индикаторы рассматривает здесь я их указал и третье это какими инструментами они пользуются центробанк то какими инструментами банк пользуется и этими инструментами этим путем он влияет на канадский доллар сейчас более детально их рассмотрим первое нас интересует что есть такой совет по денежно-кредитной политики на английском это governing council состоит из 6 представителей из 6 членов и текущие председателя это стивен полус то есть если кто-нибудь из этих представителей выступает публично они могут речь то есть вербально и словесно повлиять на курс канадского доллара следующее именно вот этот совет по денежной политике рассматривает то есть у них такая основная цель сохранять стабильный уровень инфляции для поддержания экономического роста это написано на страничке центробанка мы поп чуть попозже откроем то есть здесь указано что инфляция является ключевым индикатором для денежной политики центробанка и экономический рост в грубо говоря это ввп я включил тоже уровень безработицы так как заметил что тоже уровень безработицы влияет на канадский доллар а банка у банка канады есть такой инфляционный уровень то есть инфляция должна быть на уровне около двух процентов но у них есть такой целевой диапазон по инфляции именно инфляция должна находиться между одними тремя процентами я все вот это покажу на сайте центробанка то есть вот эти лица рассматривает вот эти индикаторы в основном и если что-то их устраивает и нет они принимают решение то есть у них встреча 8 раз в год банк проводит совещание по денежной политике то есть у них 8 таких совещаний по денежной политике в год и они пользуются своим инструментом а именно это ключевая процентная ставка на в канаде она называется overnight rate то есть у банка канады это основной инструмент для денежной поли денежно-кредитной политики то есть это основной инструмент которым банк влияет на канадский доллар чтобы поддержать там вот этот уровень процентной ставки на определенные уровни они пользуются операциями на открытом рынке large value transfer systems то система переводы крупных сумм я тут включил что есть такой ежеквартальный бюллетин бюллетин банка канады иногда он публикуется ежеквартально банк озвучивает свое видение свою оценку по текущей экономической ситуации в канаде и иногда если там есть какие-то сюрпризы то есть банк поменял свое видение по экономической ситуации это указывает на то что банк наверно поменяет свою денежную политику либо там поднимет или понизит процентную ставку и инвестор рассматривает всякие такие сигналы намеки чтобы знали как торговать канадским долларом давайте я сейчас открою сайт центробанка канады и все мы вот это посмотрим чтобы и дам несколько примеров более такие практические примеры чтобы нам было ясно почему мы все вот это рассматриваем значит первое организационная структура я открываю любую страничку в интернете сейчас мы найдем сайт банка канады так открываем любой поисковик пишем банков кенада и у нас появляется сразу сайт банка канады вот банк канады я закрываю вот эти ненужные странички тогда и вот у нас сайт банка канады мне лично он очень нравится почему потому что сразу видно уровень инфляции текущий уровень инфляции на этом уровне и целевой диапазон если мы откроем вот эту закладку здесь у нас написано что с такого-то года принято решение что инфляция должна находиться около двух процентов но у нас есть такой целевой диапазон между одними тремя процентами в более среднесрочном периоде то есть если инфляция находится в этом диапазоне как-то банк канады более нормально себя чувствует но если инфляция выходит из границы этого диапазона то банк канады может предпринять какие-то действия либо понизить либо повысить интерес трейд lower or rises повысить или по не снизить свою ключевую процентную ставку вот здесь просто сразу нам грамотно и понятно все сказано именно они рассматривают consumer price индекс или индекс потребительских цен и core consumer price индекс без учета еды и так далее возвращаемся на главные странички плюс у нас здесь ключевая процентная ставка как мы сказали в канаде она называется overnight rate текущая на на текущем уровне на вот этом уровне сейчас ставка находится если мы откроем вот эту закладку здесь можем рассмотреть вот во время вот все вот эти последние встречи как ставка изменялась тут есть архив я открою вот этот архив вот расписание в будущем вот следующая встреча банка канады 4 сентября потом 23 и 4 декабря за 2014 год вот вот эти 8 встреч которые будут то здесь расписание следующих заседаний банка канады вот именно здесь что нас интересует где здесь закладка about the bank открываем управление так банк канады управление вот менеджмент инкорпорейт гаваранс и здесь будет борт говорим канцл управляющий совет совет по денежной политики вот здесь написано что именно этот совет по денежной политики ответственные за денежную политику состоит из этих 6 представителей стивен полос текущий председатель джон море и депутин депутин говернер и так далее если вдруг вы услышали что кто-нибудь выступает по канаде открываете вот эту закладку еще раз тогда показывалась проверяйте если это важно или нет вот допустим вы услышали что господин мюррейт выступает паблично открываете вот эту закладку проверяйте если он входит в список управляющего совета по денежной политики вот здесь ага господин мюррейт входит значит это важно то есть канадский доллар может измениться вследствие такого выступления для этого я сейчас открою свой экономический календарь и дам вот такой пример чтобы вы все вот это понимали как вам практически это нужно так я открываю свой экономический календарь одну секундочку так вот у меня мой экономический календарь думаю что вы торгуя на валютном рынке пользуетесь определенным календарем вот тот которым я пользую вот например вчера господин мюррей выступал вот я проверяю если здесь не указано кем он является или если вы услышали где-нибудь по новостям или кто-то из ваших друзей вам сказал и так далее вы открываете сайт банка канады смотрите если он входит в этот список ага это заместитель говернер или управляющий то есть это важно давайте сейчас я открою свой мт4 посмотрим это было 27 августа или два дня назад 8 45 вечером по москве я открываю свой мт4 вот у меня доллар канадский доллар накладываю вот такую вертикальную линию 2013 год август 27 19 45 получается у нас давайте желтую линию возьмем это выступление так думаю что не очень хорошо видно я тогда цвет поменяю orange сейчас более видно сейчас мы на более мелком фрейме это динамика цены канадского доллара на weekly фрейме сейчас на более мелком фрейме я открою вот этот график давайте на 5 минут нам посмотрим и что нам видно вот что произошло здесь выступил выступал господин мюри немножко цена упала на 5 пипсов потом вверх на 5 пипсов и потом после речи на 20-30 пипсов цена упала канадского доллара то есть пара спустилась вниз конечно это не так много но все-таки видно что речь господина мюррей повлияла на канадский доллар два дня назад то есть вы должны учитывать всякие такие выступления нам если что-то другого он сказал она могла бы вверх пойти видимо он что-то сказал и она пошла вниз вот такие события часто происходят когда кто-нибудь из ведущих представителей по канаде выступают так что вы должны все вот это учитывать следующее что нас интересует это именно уже денежная политика или монетари полиси и что именно вот здесь есть такая так сейчас думаю что гей фреймворк так инфляция вот то что мы смотрели вы можете прочитать что именно их интересует это основная часть денежные политики инфляции чтобы инфляция была на этом уровне или в этом целевом диапазоне а не мы рассматриваем consumer price index cpi или индекс потребительских цен и тут всякие такие важные информации у них инструмент которым банк пользуется вот на главной страничке это был overnight rate или ключевая процентная ставка вот здесь написано что для денежной политики чтобы влиять на денежную политику мы пользуемся ключевой процентной ставкой вот здесь даже есть ролик они объясняют как она влияет на денежную политику и на курс канадского доллара и вот у нас полная статистика я сейчас дам пример так как это основной момент банка канады основной фактор мы сейчас возьмем несколько примеров когда ставка поменялась вот этот тарджет оверной трейд или ключевая процентная ставка так ки интерес трейд лукоп открывал вот эту закладку сейчас мы найдем покажи мне вот здесь такая опция когда ставка менялась я возьму например за последние несколько лет вот чтобы мне отфильтровал сайт очень полезные на функция вот за этот период вот сейчас мне банк канады покажет когда ставка менялась то есть вот все даты в этом периоде когда ставка менялась что у нас есть вот я например возьму 2010 год 07 20 это ли 20 июля ставка была на этом уровне 050 и она выросла на 025 базисных пунктов или на до этого уровня тогда я накладываю на дейли фрейм и даже на уикли фрейм и одну вот такую зеленую линию так секундочку я сказал зеленую банк повысил ставку 2010 год 07 20 давайте посмотрим что произошло тут видно что попозже канадский доллар начал расти то есть пара спускается вниз но давайте даже на уикли фрейм и более детально посмотрим вот что произошло у нас вот такая ситуация снизили ставку то есть извиняюсь повысили ставку пара снизилась вниз пара упала на 4 фигуры после этого дня в течение там некого периода в течение месяца то есть пара упала на 4 фигуры то есть канадский доллар вырос на 4 фигуры по отношению к американскому доллару вот так влияют вот эти ставки еще до а дам один один пример последний раз когда они повысили ставку это было месяц чуть попозже то есть там полутора месяца попозже сентябрь 08 в том же году в 2010 году они еще на 25 базисных пунктов повысили ставку тогда я снова накладываю вот такую вертикальную линию сейчас она сама найдет свое место свое место 2010 год 0 9 0 8 если я не ошибаюсь давайте проверим до 0 9 0 8 банк еще раз повысил ставку и что у нас есть сразу после того момента когда банк повысил ставку у нас вот эта черная свечка даже мы можем открыть окно данных чтобы посмотреть на вот эту свечку open 10474 low 103 45 то есть видно что 150 пипсов на 150 пипсов подорожал в течение одного дня канадский доллар из-за повышения ставки это хорошо для канадского доллара и если мы закроем вот это окно данных и посмотрим на даже на уикли фрейме видно что после того как в канаде начали повышать ставки канадский доллар вырос на 10 11 фигур в течение там года или в течение 10 или 9 месяцев надо посмотреть точно то есть вот это основной инструмент банка канады понятно как он сильно влияет на канадский доллар вот такие события по всему графику вы должны учитывать чтобы понимать как минимум вот этот долгосрочный тренд все решения и заявления банка влияют долго на долгосрочную тенденцию канадского доллара ну так как это пара доллар канадский доллар мы должны по этой паре конечно учитывайте все вот эти решения и по сша чтобы мы смогли уже определить вот эту пару но по канаде вот эти решения именно по ключевой процентной ставки не в канаде она называется овернайт рейд основные я закрываю тогда сайт банка канады то что нам было нужно тогда еще один раз показываю вот основная страничка первое здесь сразу на главной страничке ключевая процентная ставка инфляция более детально открывать вот эти закладки вот читаете что путем этой став ставкой этой ставки банк влияет на денежную политику соответственно на курс национальной валюты здесь есть статистика или вот здесь можете открыть вот эту закладку и посмотреть всю историю процентной ставки то что я сделал а здесь та закладка вот именно вот эти встречи когда банк определяет процентную ставку следующее 4 сентября имейте ввиду что это через одна неделя так что курс может поменяться до вот этой встречи следующее что нас интересует то же самое по инфляции открываете вот эту закладку целевой уровень понятно почему здесь написано почему банк отслеживает за инфляцией и денежная политика та же самая статистика которая только что отсюда зашел здесь вы можете отсюда более подробно на эту информацию посмотреть и здесь где было about the bank management или управление вот corporate governance управляющий совет вас интересует вот эти лица которые входят в совет по денежной политике вот monetary policy по денежной политике это все что вас интересует на этом сайте в основном тогда я закрываю свой мт4 и мы возвращаемся к нашей презентации так где у меня презентация то есть мы рассмотрели банка канады сейчас второстепенные факторы которые нам нужны при более среднесрочной и краткосрочной торговли то есть для начала мы должны понимать основные факторы это все заявления решения банка канады и потом уже рассматриваем если мы более среднесрочно и краткосрочно торгуем все вот эти макроиндикаторы так как на сайте было написано что инфляция является ключевым индикатором для поддержания экономического роста нас интересуют все вот эти индикаторы по ВВП по инфляции я с целью включил индикаторы рынка труда так как я заметил что они тоже сильно влияют на канадский доллар плюс я тоже включил индикаторы рынка жилья так как последнее время там последние лет восемь девять как будто существует некий мыльный пузырь на рынке на этом рынке и канада всегда боролась с этим очень большим ростом цен на жилье то есть эти индикаторы то есть то тоже очень важны для канадского доллара для канад для денежной политики банка поэтому я их включил но основные индикаторы по ВВП конечно это ВВП есть такой EVPMI индекс производственной активности текущий счет торговый баланс я с целью и включил почему потому что я указал что канада является ресурсно-экспортной экономикой то есть все вот эти счета как текущий счет и торговый баланс учитывает торговлю с остальным миром а этот компонент очень важный для канады и включил тоже вот эти розничные продажи и так далее очень много таких индикаторов давайте я дам пример как именно вот такие индикаторы влияют на канадский доллар для этого я открою свой экономический календар вот еще раз показываю лично для меня индикаторы по экономическому росту по инфляции и по рынку труда является ключевыми для канадского доллара то есть имею ввиду для при торговле канадским долларом я снова открываю тогда свой экономический календарь по канале возьму все вот эти индикаторы какой пример могу дать вот сейчас на этой неделе практически все впереди вот ввп имейте ввиду будет в самом конце недели вот даю пример на прошлой неделе 22 августа в 4.30 после обеда московское время были опубликованы данные по розничным продажам видно что негативная тенденция то есть был спад а вот ожидалось ожидались более хорошее значение плюс по сравнению с предыдущим периодом видно что тенденция негативная то ситуация в канаде ухудшается 22 августа 4.30 по москве сейчас я накладываю вот такой вот такую вертикальную линию пусть она будет красной 22 августа 2013 год 08 22 4.30 по москве или это 15.30 у нас на сервере так как у нас на час разница с москвой и вот здесь находится вот эта линия давайте на более мелком фрейме мы посмотрим что произошло вот у нас вот эта линия даже лучше на пятиминутном фрейме чтобы более видно было сейчас я найду вот эту линию 22 августа мы практически дошли что у нас есть видно вышли не очень хоре были упубликованы не очень хорошие данные по розничным продажам в канаде то есть тот индикатор который указывает на экономическую силу внутри страны и что у нас есть на 10 пипсов мы сначала упали вверх на 10 немножко подвигались вверх вниз и в самом конце понятно что инвесторы восприняли эти данные действительно как негативные и пара потихонечку нашла идти вверх и вот видно что канадский доллар после публикации этих данных вырос на сколько это получается там 50-60 пипсов в течение практически сутки то есть вот эти данные влияют на канадский доллар но они не так сильно влияют как например ключевая процентная ставка вот я здесь целью оставил вот эти линии зеленые которые мне показывают когда банк менял процентную ставку вот тут видно что движение намного мощнее и они имеют более долгосрочный характер вот накопилось тут несколько снижений и рано или поздно доллар канадский начал падать а вот вот эти макроиндикаторы они влияют более краткосрочно то есть видно 1.05 выросли мы и сейчас даже если мы посмотрим практически мы находимся на тот же самого уровня 1.05 видите вот так сформировался видимо вот этот уровень поддержки сопротивления 1.05 вот так влияют вот эти данные я даже дам еще один пример у нас есть время для этого я помню что очень резко отреагировал на плохие данные по канаде канадский доллар так вот здесь был опубликован очень очень хороший индикатор вот этот EVAPMI или возвращаемся к нашей презентации EVAPMI индекс производственной активности тут видно что значение 63.1 намного лучше предыдущего намного лучше ожиданий 6 июня в 6.00 по москве после обеда сейчас я тогда накладываю вертикальную линию пусть она будет зеленой так как у нас улучшение это чисто психологически я для себя вот так означаю вот эти цветы 0.6 0.6 так 0.6 0.6 до 6.00 после обеда или это получается у нас FMT4 17.00 вот сейчас линия сама найдет свое место и что у нас есть тут видно очень резкое изменение вот вот такая свечка то есть хорошие данные даже очень хорошие данные это был сюрприз для инвесторов и пара спустилась вниз то есть канадский доллар растет если мы откроем окно данных можем посмотреть вот эту свечку high 103.50 low 1.0 1.99 то есть 150 пипсов в течение там несколько часов заработал канадский доллар после публикации замечательных данных если мы на более мелком фрейме давайте на 5 на 15 минут нам посмотрим если график нам предоставить такую возможность что произошло а ну на 15 минут нам успеем наверное посмотреть вот видно вот такова ситуация видите даже какая свечка сформировалась при публикации вот инвесторы сначала ждали что выйдет вышли очень хорошие данные тут не было ни малейшего падения канадского доллара то есть пара практически сразу пошла вниз почему потому что если мы посмотрим на эти данные в календаре видно что вот это было очень-очень мощное очень хорошее очень хорошее данное то есть очень большой сюрприз для инвесторов тут видно что значение не около вот этого уровня то есть намного лучше ожиданий вот так ситуация и даже я сейчас дам еще один пример вот данные по безработице так как они сразу здесь на следующий день седьмого в четыре тридцати лет пятнадцать тридцать у нас мт4 employment change очень много новооткрытых мест безработица упала до семи целых одну десятую процента вот видно что безработица упала то есть канадский доллар тоже реагирует очень хорошо на вот эти данные седьмого июня я накладываю снова вот такую вертикальную линию где у меня сейчас на дневном возьмем то есть на следующий день в пятнадцать тридцать получается у нас ноль шестого ноль седьмого пятнадцать тридцать получается еще один раз давайте проверим а да пятнадцать тридцать седьмого вот накладываю вот такую вертикальную линию и сейчас мы посмотрим что здесь произошло на более мелком фрейме давайте на часовом возьмем видите здесь тоже дорожание есть канадского доллара но на более на пятнадцатиминутном еще виднее будет вот как приятно получилось вышли очень хорошие данные по безработице так еще пятьдесят пипсов мы заработали в течение дня то есть вот так влияет вот эти данные хорошие данные по канале но в основном это индустрия и инфляция безработица она более более не так сильно влияет но все-таки я ее включил так как все равно она влияет то есть вот эти основные макроиндикаторы которые вы должны учитывать при более среднесрочной и краткосрочной торговли по канадскому доллару тогда время подвести итоги нашей презентации первое вот это итоги нашей презентации канадский доллар уже является одной из основных резервных валют мира МВФ признал канадский доллар резервной валютой в самом начале этого года поэтому я включил канадский доллар в цикл семинаров по основным валютам мира сильная зависимость от экспорта природных ресурсов нефти газ канадский доллар коррелирует с ценами на нефть я показал на сайте федерального резерва Сент-Люисес я сделал вот этот график я показал корреляцию между канадским долларом и между ценами на нефть основная часть конечно это было когда я говорил о центробанке канады то есть банк канады выполняет функции центрального банка не забываем что самая важная единица это исполнительный совет по денежной политике или там на английском написано governing council который состоит из 6 представителей текущий глава или председатель это Стивен Полус основной инструмент которым банк пользуется это ключевая процентная ставка в США она называется overnight rate я показал как повышение ставки повлияло положительно на канадский доллар там было 2-3 последовательных последовательных повышений ставки и доллар потом вырос на 10-11 фигур в течение года и так как банк рассматривает именно вот эти индикаторы инфляции экономический рост конечно все индикаторы по по инфляции по экономическому росту являются ключевыми при торговле на валютном рынке в более среднесрочном или краткосрочном периоде именно поэтому я их здесь указал это ВВП индекс производственной активности вот я дал пример текущий счет торговый баланс так как канада экспортная экономика индикаторы по инфляции индикаторы по рынку труда вот я показал что после хороших данных по рынку труда то есть там уровень безработицы снизился канадский доллар вырос на 50-60 пипсов и конечно надо учитывать тоже и другие индикаторы в частности это индикаторы рынка жилья вот все источники которыми я пользовался именно сайт банка канады совет по денежной и кредитной политике вот именно те 6 лица которые входят в список вот этот комитет по денежной политике здесь денежно-кредитная политика полная информация то что я показал более детально monetary policy у них такая закладка на какие индикаторы они обращают внимание именно это инфляция чтобы поддержать экономический рост что у них есть такой целевой уровень между одним и тремя процентами календарь событий я показал вот предыдущие встречи когда у банка была встреча и будущая встреча то есть видно что через одну неделю сам начале сентября будет следующая встреча до конца года еще три встречи практически сентябрьская октябрьская декабрьская то есть там вот это расписание вы должны если торгуете канадским долларом следить за этим событием так как вдруг там что-то произойдет банк повысит ставку или понизит конечно вряд ли это сейчас произойдет но в принципе вот я показал как снижение и повышение процентной ставки повлияло на канадский доллар имейте ввиду что такое может в любое время произойти для графиков для своих анализов я пользуюсь этим сайтом researches это федеральный резерв цента люиса а о макроэкономических индикаторах вы можете прочитать на нашем сайте конечно и в других местах вы тоже можете найти подробную информацию но давайте я покажу где у нас на сайте информация о макроиндикаторах если у вас есть вопросы по текущей лекции по текущей презентации вы меня можете спросить просто напишите мне в чате так я открываю сайт нашей компании здесь где у нас на главной страничке закладка аналитика forex то есть аналитика forex макроэкономические индикаторы вот основные тут конечно не все индикаторы по всем странам но тут основные такие индикаторы с которыми вы должны ознакомиться вот здесь даже целевая процентная ставка по займам overnight target где у нас вот канада overnight target ключевая процентная ставка степень влияния на канадский доллар высокая выходит 8 раз в год всякая такая полезная информация которую вы можете получить прочитать на нашем сайте у нас где закладка аналитика forex макроэкономические индикаторы это основные макроиндикаторы по всем странам вот что это торговый баланс что это такой уровень безработицы и если вы уже немножко ознакомитесь с этими индикаторами то тогда вы должны пользоваться как минимум экономическим календарем вот у нас на сайте есть два мы отдаем предпочтению первому он у нас новенький календарь событий от fx street конечно таких календарей очень много очень много таких календарей вы сами можете выбрать я пользуюсь например календарем forex factory на английском но если вам более приятно на русском вот у нас такой календарчик есть вы здесь можете отфильтровать например если вас интересует только канада здесь ни одного выбираете просто канада и вот все данные на русском языке которые публикуются на этой неделе вот сегодня четверг индекс цен производителей индекс цен на сырье и платежный баланс в моей презентации было показано что торговый баланс платежный баланс они достаточно интересные важные индикаторы для канады так как они учитывают экспорт сырья канады то есть эти индикаторы могут повлиять на канадский доллар надо их учитывать и вот завтра именно ввп пятница 30 августа завтра вот эти индикаторы по ввп вот возвращаемся к нашей презентации вот здесь было вот эти индикаторы индикаторы по ввп платежный баланс торговый баланс то есть вот в календаре вы можете все увидеть на русском закладка аналитика форекс календарь событий так михаилов дмитрий спрашивает есть ли у вас блоки страничка интернете есть ли у вас публикации где можно почитать к сожалению нет у меня нет ни блога ни странички и я не занимаюсь публикациями то есть вы сами должны понимать что есть всякие аналитики трейдеры и так далее есть те которые занимаются только журналистикой есть те которые более практически занимаются то есть у них аналитика более практическая вот я поэтому не занимаюсь такими публикациями блогами так как это более журналистическое лично для меня более журналистическое направление и это не мое так что у меня нет ни странички ни публикации я просто у меня занимаюсь валютами и ничего нигде не пишу вот у меня есть такие курсы где я показываю основную информацию это самое вводное вряд ли вы после такого курса станете специалистом вы сами понимаете что путь трейдеров он достаточно долгий но для начала для фундамента для некую базу вы можете отсюда начать развиваться так огромное вам спасибо тогда за ваше присутствие спасибо за ваше участие в нашем тренинге я конечно желаю вам хорошего дня удачи на валютном рынке если даже не на валютном рынке просто удачи завтра в 15.00 то есть то же самое время будет обобщающий курс то есть обобщение сделаем вот этого цикла семинаров по основным валютам мира так как сегодня была последняя валюта из этих мажоров из вот этих валют из резервных валют завтра я буду там минут 30 говорить показать такие основные информацию то что мы рассматривали и у вас будет возможность на минут 15-20 спрашивать по всем валютам что для вас не было ясно что для вас не было понятно ну чтобы я вам смог ответить на ваши ответы то есть у вас будет возможность мне завтра задавать вопросы если хотите можете завтра в 15.00 принять участие так что спасибо еще раз за ваше участие надеюсь курс был для вас полезен вам хорошего дня и до встречи буду рад вас завтра в 15.00 снова видеть